добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о благословении позже им о том как она приходит второзаконие 11 глава 27 стих моисей повторяя заповеди божьей народу говорит следующие слова благословение если послушаете заповеди господа бога вашего который я заповедую вам сегодня вот эти знаменитые вещи до 28 глава 11 12 глава второзаконие где бог говорит себе полагаю перед тобой два пути жизни смерть благословение и проклятие и он говорит выбери благословение и вы знаете когда моисей утверждая закон он говорит о благословении он говорит вот что будь послушен откровению будь послушен богу будь послушен если ты будешь исполнять если ты будешь верно это делать то я пошлю в твою жизнь благословение для того чтобы нам получить защищать благословение, нам необходимо быть абсолютно послушными Богу через Его Слово. Нам необходимо прислушиваться к тому, что Он говорит, и быть внимательными. Потому что, когда Бог обращается к нам, прежде всего, я в этом на 100% уверен, Он ожидает послушания. Не то, что мы это поймем, уразумеем, проникнемся, прослезимся, прочувствуем и сделаем еще какие-то другие вещи. Нет, Он ожидает исключительно послушания. Он ожидает, что мы просто сделаем то, что Он ожидает от нас. И Библия — это не запутанная, не зашифрованная книга. Это достаточно простое послание к людям. Оно доступно как мудрецам, так и людям более-менее грамотным. И даже неграмотным людям. Я часто сталкивался с неграмотными, которые так же легко понимали то, что хотел от них Бог, как и мудрецы. Итак, когда мы с вами желаем благословения, если мы хотим, чтобы наша жизнь была наполнена Его благодатью, нам необходимо выразить это послушанием. И тогда Бог обязательно откроет окна небесные и зальет в нашу жизнь то благословение, которое Он от начала века уже приготовил для каждого имени. Субтитры подогнал «Симон»!